Слушаете вы свое радио? Ну, дело обычное, привычное, надеюсь, для вас и традиционное. Значит, знаете, что по будням с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, те, с которыми мы беседы беседуем, и, понятное дело, песни они поют. И поют они эти песни совершенно замечательно. И я уверен, что сегодняшнее знакомство для вас будет неожиданным для тех, кто не знает творчества коллектива, пришедшего сегодня сюда. И почему-то очень хочется верить в то, что это творчество станет для многих из вас уникально интересным. И станете вы их слушать периодически. Ну, хотелось бы в это верить. Сильно бы хотелось бы в это верить, на это рассчитывать. Иначе какой был смысл был бы эти два часа проводить здесь сегодня вместе с ними. У нас есть добрая традиция, старая традиция. Сколько существует программ, столько этой традиции. Сначала исполняется какое-то произведение в качестве музыкальной заявки. А дальше уже, естественно, мы будем разговор разговаривать и знакомиться с людьми по очереди. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Как потом ты вспомнишь обо мне, конечно, я знать никак не мог. Уверен я, наверное, не лучший, но и не так уж плох. В тыльных зеркалах судьбы, в его мутных отражениях отдано мне место, не тобой. И укажет мой предел, в мое местоположение. Каждый шаг свой на дороге непростой. Мне поможет вспомнить тот, который придет вслед за мной. Придет за мной, придет за мной. В мир, как в груст, вступая в невидение, Что в конце узнать. Кому остаться пешкою без изменения, Кому-то короля сыграть. Можно спорить с вечностью, но вступая в бесконечность, Мы падаем в крайности порой. Приготовлений и отсутствии сомнений. Каждый шаг свой на дороге непростой. Мне поможет вспомнить тот, который придет вслед за мной. Придет за мной. И через коридоры мысли, и тени чужих, В беспорядке слов. День за днем идти, Глотая пыль дорог своих, Привычных снов. В темных зеркалах судьбы снова видеть отражение. Не пытаясь их опознать. И повтори в который раз все ошибки неведенья. Каждый шаг свой на дороге непростой, Где, быть может, меня ждет, Где меня ждет, конечно, И встретит тот, кто придет за мной. День за днем идти, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец-то улыбнулся хоть первый раз. Аплодисменты. Что-то привычное услышал сегодня, поэтому и улыбался. Но давайте, да, именно туда. Давайте будем знакомиться. Лесной царь, так называется эта группа. Лесной. Детский царь у нас уже был в свое время. Теперь вот лесной. Суровая, суровая группа. Царь, да. По царям пошли, по батюшкам. Будем знакомиться теперь поочередно. Это тоже важный момент. Вокал и гитара напротив меня, судя по всему. Я так понимаю, надо тоже к микрофону будет выйти. Владимир Гиренко, правильно? Фамилия остается в ударении. Ну вот к этому микрофону, да. Здравствуйте. Добрый. Вокал вчистую, без всяких гитар, без всяких навязанных инструментов. Человек просто сам с собой получает удовольствие. Константин Азадов, правильно? Здравствуйте, да. Бас-гитара Дмитрий Воронцов. Не-не-не-не-не, у нас с попой двигают. Всем привет, доброй ночи. Теперь тебя слышно хорошо. Юрий Кратков, гитара. Тоже нужно к микрофончику дать возможность, Юрий. Да, здравствуйте. Добрый. Ну человек, который в принципе может не двигаться, потому что и так за время двухчасового эфира он двигается более чем положено. Барабанщик коллектива Евгений Рыбаков. Добрый вечер. У него свой собственный, все верно, свой собственный микрофон, в который он может говорить, когда ему захочется. Главное, только кивни там или махни, чтобы я тебе его вовремя включил. Ну и за звукорежиссерским пультом удивительно. Мужской коллектив и девушка за пультом звукорежиссера Анастасия Шаповалова. Это вот звукорежиссер коллектива, который сегодня, собственно говоря, вы должны быть благодарны за звук, который слышите. Итак, я сейчас сначала, прежде чем начнем разговор, сообщу, как с нами связываться, потому что это важным бывает. Люди почему-то любят писать нам периодически, вопросы задавать, эмоциями делиться. Значит, это надо как-то им сообщать, как с этим своим желанием бороться. Очень просто. Вы можете отправлять нам смски 4647, короткий номер для смс-сообщений. Сначала пишите свои, пробельчик делаете, а потом уже все, что хотели бы адресовать ребятам. Это могут быть и вопросы, и эмоции, и впечатления, ну, в общем, все, что угодно. Что-то никак не признает. Все нормально? Все отлично. Все никак не? Сейчас, сейчас. Мостился, мостился, мостился. Да, все в том. Группа, официальное сообщество, то бишь ВКонтакте, там уже давно все определено. Там фотография, анонс, все очень красиво. Туда тоже можете писать. И вопросы ваши мы встречаем с радостью всегда, потому что это полезные и важные эмоции. И все, что хотели бы сказать. Может быть, какие-то воспоминания, связанные с этой группой. Так тоже бывает. Почему нет? Чаты. Чаты работают для вас на сайте. И, собственно, на планете, там, где картинка, на сайте, вы заходите на сайт своярадио.фм. Там видите сразу чат. В чате можно отписываться. Там же на сайте есть плеер сверху, в нем слева онлайн аудио. Это чтобы слушать просто справа онлайн видео, чтобы смотреть. Там с синим кружочком такая кнопочка. На нее нажимаете, и вот оно вам, картинка. А картинка на планете.ру. Спасибо планете.ру. Кстати, огромная за то, что они делают для нас картинку. Там же есть чат. Там же тоже можно отписываться. Ну, в общем, по-моему, все возможное для коннекта с нами я сказал. Все адреса, которые были нужно, назвал. Теперь давайте мы группу будем пытаясь пристрастия. Как давно существует коллектив? Такой сложный вопрос. Спасибо. Смотря какой-то. В тот микрофон говорить бесполезно. Я ведь не зря сказал, что нужно говорить в этот микрофон. Иначе ты будешь говорить так, как будто бы сам с собой сейчас. Немножко смешно это звучит. Хорошо. Сейчас мы сместимся и будем говорить. Вот. Спасибо большое. Вообще, группа в данном виде существует... Вот, Женя к нам пришел месяца полтора назад. Женя-то барабачик. Да. Месяца полтора назад только вот. Самая молодая, значит. Да. Сама группа в таком виде как бы вот уже со звучанием, с репетуаром. Ну, год, наверное, с небольшим. Вот с приходом Юра. Год. Год с небольшим. А до этого что было? До этого, значит, мы как бы с Костей одно время даже вообще вдвоем как бы играли. У нас был проект с ним, процессор. Мы там участвовали какое-то время. Потом решили образовать свою группу отдельно. А проект процессора, это что за проект? Ну, тоже хард, хард музыка. Тоже хард. То есть вы играете хард музыку, я теперь понял. Это прозвучало очень хорошо, но тоже хард. Я так понимаю, что сегодня у нас хард-группа здесь. Да. Значит, вот про процессор рассказать, нет? Ну, расскажи мне историю. Ну, конечно, интересно же. Вот. Значит, и мы решили как бы завязать с этим делом, с хардом, поскольку нам стало тесно там. И мы с Костей образовались, значит, вернее, отсоединились. И, значит, какое-то время даже вдвоем работали. Наверное, года полтора, да? Или два даже. Да, больше. Да, просто вдвоем пели под гитару, искали как бы звучание, искали репертуар совсем другой. Все другое сделали, абсолютно. То есть вы из харда перешли в акустику? Да, да, да. И другие песни, и все другое. Вот. И потом, значит, когда мы поняли, что инструмента все-таки не хватает, вот, нашли Диму. Дима к нам присоединился, и через какое-то время мы стали работать втроем. Вот. Потом, через какое-то время, началось... То есть две гитары и бас? Да. Ну, Костя там меня добрал гитару, играл, вот, лучше этого не вспоминать, да. Но он самотвертно, да, он делает самоотвертно, да. Самокритично. Но не хватало инструментов, да. Самокритично, Гвалдов, я критикую. А потом мы решили записать... Ну, как мог... Ну, это в студийных версиях. Да, ну, да. Значит, как мог, я раньше не играл на литрогитаре. И, значит, записали, получилось неплохо. И вот, по-моему, Дима говорит, или, не помню, говорит, а как же так говорить, звучит-то клёво, а на концертах по-другому все. Надо приглашать гитариста, потому что, да, чтобы соответствовать своим записям, да. Вот. И вот тут как раз мы подсветились как-то, и очень-очень быстро, очень быстро обнаружился Юра. Он влился сразу в коллектив, переписал часть партии, которые я там... Ну, потому что он сказал, что это за партии дерьмовые какие-то, надо переписать. Играет плохо. Ну, да, ну... Давай-ка я и перебежи. Кое-что осталось, правда. Хорошо. Оригинальное, что-то осталось. Так. Вот. И, значит, вписался очень хорошо в коллектив, влился, и через буквально через месяц, через два-честь три начал играться. В итоге, получается, что вот эта команда, это уже... Это вот с прошлого лета. С прошлого лета. Ну, не который прошел, а за прошлого. Год с небольшим. Это после хард-музыки вы вдруг ушли в возраст, да? Да. Понятно, да. Не надо напоминать, но зачем-то. Ушли в нормальную музыку, скажем так. В тихую, спокойную. Или все-таки вы иной раз даете себе возможность оторваться так жестко под брендом лесного царя? Да нет, ну у нас разные. Вы дальше услышите, в принципе. Как же услышим? Конечно, услышим. Безусловно. Это мы специально усыпляли внимание сейчас этой песне. Я понял. Главное, не всех, чтобы усыпить-то сразу. Не-не, я шучу. Мы внимание усыпляли. Очень красиво все, правда. Очень красиво. Хорошо придумали, кстати. Значит, а очень теплое начало, пишет Андрей Архипов. Знаете, чувствовал себя в деревне, сидя у печки. Вернули прямо домой. Спасибо. Домой прямо вернули, да. Давайте нам дальше. Как называлась, кстати, первая песня? Зеркала. А следующая? Ветер. Мы послушаем ее, а дальше уже пойдем. Тут вот вопросики уже появились. Кое-что я оттуда почитаю обязательно. Как всегда, живые звуки в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Лесной царь». Почти хард-коллектив, как они мне сказали. Погнали? Да. Да! Да! Но я стеснялся при всех смотреть в твои очи. Ты свет не выигран, и мною тех, кто пророчил Не отжись, бродяги, живого огня Но ты ветер, ты вновь летишь от меня Я жду осенью Ветер твой дом, так высоко, ты в горожих дождей А на analysts и земли, ты с тобой не побудь логи Ветер твой дом, так высоко, ты в горожих дождей А на بينе газели, ты с тобой не побудь логи Твой взгляд же велеет меня, но и я, я не ною Те двери, что раньше держал, тебе я закрою Заткнет ли кто-то тебя и твой ли, я не знаю Я для тебя, словно в лигар, ты стала рада Ветер твой дом, так высоко, ты в гараже вернешь А до берега земли с тобой плетит Ветер твой дом, так высоко, ты в гараже дождь А до берега земли с тобой плетит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а вторая песня, и второй раз, ну, я имею в виду, после первой песни писали, и сейчас. Какая прелесть! Вот Джейн Соман, прелесть какая! Вы знаете, что вы играете музыку прелестную? Ну, вот теперь-то вы понимаете, да? Это хард практически, я сейчас слышал, там был кусочек, конечно, жёсткий. Но вы играете музыку прелестную, вы это понимаете? Прелестный хард? Не тот микрофон, Владимир! В этот микрофон не надо говорить, в него мы поём. Я понял. Вот. Надо скорректировать свои взгляды на репертуар. Не-не-не, а я не против, мне нравится. Мне кажется, что, в принципе, да, в принципе, кажется... Тогда не будем корректировать. Не надо, не надо. Кто сочиняет тексты? Смотря какие. Да. Хороший ответ на хороший вопрос. Смотрите, как, в коллективе кто пишет музыку? Кто пишет тексты? И я его... Вдвоём? Ну, нет, по отдельности. Какие-то песни, да, просто целиком. Одна песня только у нас вместе написана. Подождите секундочку. Если песня целиком, значит, получается и музыка, и слова? Да. А так, чтобы один написал музыку, другой слова, такого нет? Нет, нет. А в одной песне? В одной? Она сегодня прозвучит? Да. Вот тоже интересно. Просто мне любопытно, а вот эти две песни, которые были перед этим, они какого авторства? Первая моя, вторая Костина. Ага. Последняя Костина. Нет, нет, я просто хочу понять... Я хочу отличить одно от другого. В принципе, одно и то же. Вы друг друга чувствуете, судя по всему, настолько, что разницы-то особой нет. Вот действительно. Ну, я имею в виду в глубине подачи, в самом плетении слов, сплетении фраз и так далее. Вы давно знакомы-то? По-моему, всю жизнь. Очень. Костя как-то так натужно... Да. Костя дольше становится знаком. Тяжело. Я знаком с ним с девяти лет, а он, я не знаю, сколько тебе было. Ну, просто святил, сколько тебе было. По-моему, это было очень давно. А как так получилось? Вы жили вместе рядышком по соседству где-то, как это бывает? Расскажи. Ну, просто интересные истории. Вова не любит, когда я рассказываю. Пускай он тогда это рассказывает. Не, ну, просто так получилось, что мы общались с раннего Костяного детства на уровне... Да, в принципе. Ну, вы разновозрастные, как я понимаю. А как тогда вас судьба-то свела вместе общаться? Судьба штука зловредная. Вот так получилось. Это не ответ? Я добьюсь ответа всё равно. Ну, не знаю, но может быть... Я был знаком с Костяными родителями. Вот я к этому и вёл. То есть друзья родители были. Мальчик себе рос хороший мальчик, талантливый. Как я понимаю, ты это заметил, что талантливый мальчик? И стал предлагать ему, давай работать вместе. Или как? Эх, чёрт возьми, а? Ну, это же длинный разговор такой. Ну, можно и так сказать, в принципе, да. Просто вот как раз группа процессора, о которой мы говорили, это, в общем-то, была моя конструкция. И, значит, там нужен был... В какой момент понадобился вокалист. Со старым стала работать невозможна. А Костя был совсем молод. Он был 17 лет. Он ему сказал, не трогай его, у него мутация. Я говорю, пускай поёт. И, значит, пришлось всё внедрить в коллектив. За месяц он прекрасно освоился там. Прекрасно мутировал. И через месяц... Да, мутировал. Мутировал в коллектив, всё верно. В коллективе мутировал потом. И где-то через месяц он уже выступал с нами. Сейчас помню, клуб-точка такая была на Ленинском проспекте. Вот он уже вышел там и спел что-то такое. Совсем юноши ещё. Да, полчаса где-то там он даже. Целых полчаса. Боялся. Но это нормально. Дрожал, да. Но это нормально. Вибрировал. А пел нормально. Это нормально. Слова забывал. Это тоже. Но ноты не забывал никогда. Я продолжаю. Я пью, но продолжаю забывать. Это тоже нормально. Я почему зацепился за эту историю? Ну, просто есть у меня тоже пример. Но, правда, не музыкальные. Это чисто актёрские уже театральные примеры. Когда взрослые люди, ну, имею в виду семья, обнаруживают, что в этой семье есть талантливый ребёнок. И вот кто-то берёт его, так сказать, под своё крыло и дальше, что называется, растит и выращивает. Ну, это изделия такая-то не про нас. А как это, не понял? Этот шиповник под крыло не возьмёшь. Ну, у нас сложный. Как? Я просто, я поэтому его просил, как бы, начну. Я если начну говорить, то это потом... На самом деле, тут не надо приклад никаких усилий. Он прекрасно развивается сам. И доставляет кучу всяких хлопот и неприятностей. Нет, ну, то, как у вас получается в итоге, я имею в виду результат. А это самое главное. А всё остальное ерунда, да. Абсолютно согласен. Абсолютно переживём. Результат прекрасный. Значит, эх, если бы все цари этого мира были бы такими добродушными, как песня группы «Лесной царь», то я уверен, что в этом мире наконец-то восторжествовал, восстановился бы мир и порядок. Ну, да. Нет, ты понял, а? Есть такое ощущение. А вот Елена Варнакова пишет. Мне даже показалось, что рядом потрескивает костёр, летают комары. Это идеально было бы послушать. И кусаются. Летним вечером, загородом, на каком-нибудь фестивале, на мой взгляд. Что касается фестивалей, где играли? Где только не играли. Да. На Крымфесте вот. Старый Новый Рог. Старый Новый Рог, это да, в прошлом году играли. На Крымфесте играли в этом году. Вот. Нет, не дождётесь. Нет, 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 нет. Это был самый интересный интернет-фестиваль, который мы наблюдаем. Как минимум два первых дня. Это был шикарный интернет-фестиваль, и мы за ним следили внимательно. Я знаю, что дальше всё наладилось, всё пошло нормально. Вот как раз на второй день мы и пришлись. Правда, уже на ночь второго дня. Когда уже наконец крышу поставили? Ой, нет, кстати, по звуку всё было шикарно. Просто народа было мало. Так, звуку вообще претензий не было. Звуку вообще прекрасно. Всё остальное очень плохо. Весь народ пришёл в первый день, понял, что ничего нет, развернулся и ушёл. Вот и всё. Я понимаю, что, да, были накладки, в итоге фестиваль состоялся, слава богу. Прекрасно привели время. Это да и самое главное. Что там мы пели, не пели, но и время прекрасно привели. Мы в Москве поём достаточно. А Крым, он есть Крым. Значит, Старый Новый Рок, это Екатеринбург. Да. Значит, Крымфест. Что ещё? Брянский мамонт. Брянский кто? Мамонт. В этом году был такой футбол. Брянский мамонт? Да, да, да. Это такой зелёный фестиваль. Там весь день играл, как оно называется? Депфорест, да. Такой этнический фестиваль. А потом вышли мы, как бы. Непонятно почему. Я боюсь показаться малообразованным. Я понимаю, что, конечно, в доисторическую эпоху мамонты были всюду. В Брянске были мамонты? Да, там что-то нашли. В Брянске они там, да. Серьёзно? Они оттуда родом вообще. Вот не знал я об этом. Мамонты родом из Брянска? Конечно, там их полно там до сих пор находят. Там специально есть такая экскурсия, где ходят показаны кости мамонтов. Есть целых семь фильмов, да. Россия — родина слонов. Ну вот, в принципе, да. Вот совершенно верно. Не зря эта фраза прицепилась к России. Значит, того... А, вот Екатерина Ларачева пишет, кстати, летом они были на фестивале «Брянский мамонт». Название странное, но фест оказался классным. Да, очень тепло там было. Вот. Но название, может быть, и приживётся. Да, поначалу группу «Ногу свело» тоже как-то смешно к ней относились и улыбались все вслед. А что, стали сейчас звёздами уже давно, уже как-то и привычно звучит. Так что и «Брянский мамонт», я думаю, прикипит. Обязательно прикипит. Надеюсь, к фестивалю, а не к нам. Не-не, и к вам тоже. В каком смысле? Потому что вы же... А сколько лет он проводился, проводит сэрфи? Первый раз вообще. Нет, Костя, по-моему, не первый. Да, по-моему, ты несколько раз не проводился уже. Второй, да? Второй. Второй. Значит, вы были на втором фестивале, получается. Да. Так, ну давайте, наверное, дальше петь. Давайте. Что это будет дальше? Эта песня называется... Вова её считает рок-н-роллом. Называется-то как? По недоумению. Заплыв в стоячей воде. Чья это песня? Это моя песня. Ага, поэтому рок-н-ролл. Понял. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня лесной царь. Погнали. Я по недвижей не мечтаю, в пору завалить от тоски. Почему-то лунные шкафорят и знают, а делают всё дураки. Вот навстречу мирный прохожий, тихо улыбаясь, идёт. Может, разведён, он разведён, он разведён, спасён, быть может, а может быть, просто идиот. День за днём, пусть всё идёт своим путём. И неважно, впрочем, где потеряем и что найдём. Можно просто вылезти с кожи, жизнь не завертев, чехардух. Ну, как бы высоко ты не забрался, но сидеть всё ж придётся на собственном саду. Хотелось бы знать, о чём ещё ожидать. Идёт победить идея, такой замплыв стоящий. Преодолевая отчаяния по закону сильной руки, Счастье — это тихая минута печали в беге на берегах. День за днём, пусть всё идёт своим путём. И неважно, впрочем, где потеряем и что найдём. Без конца круги нарезая, так в дороге жизнь проведёшь. И порой нередко цепь идти, забывая раньше, чем рано придёшь. И сколько раз из виду теряя, Толкожданные берега Сходили с дистанции, И все погая до цели за четвёрь шага. День за днём, Пусть всё идёт своим путём. И неважно, впрочем, где потеряем и что найдём. День за днём, Пусть всё идёт своим путём. И неважно, впрочем, где потеряем и что найдём. Рок-н-ролльчик, да, действительно, рок-н-ролльчик. Понял, Костя, больше не спорь. Нет, ну это правда рок-н-ролльчик. По всем ходам музыкальным. Это же рок-н-ролльчик, как иначе это называть? Ну да, наверное. Если мы говорим о творчестве, и, само собой, вот год, да, год коллектив в таком виде существует, в котором существует, в этом, собственно, видео живёт и прекрасно, мне кажется, себя чувствует, потому что и фестивали, на секундочку, на старый новый рок, в общем, плохие коллективы не зовут. Очень хорошо знаю этот фестиваль, как-то вёл даже, или был там, я не помню, что я там делал. То ли вёл, то ли в жюри сидел. Что-то я... А, приглашённым гостем я там был. Я запутался, на самом деле. Мы там были, кстати, без Юры ещё. То есть это был такой последний момент, когда мы жили месяц без Юры ещё. То он пришёл и всё изменил. Месяц без Юры. Тяжело, наверное, до сих пор. Последний месяц без Юры был. Как это было. Ну, я к тому, что фестиваль далеко не последний, мягко скажем, да, в общем, фестивальном списке России, поэтому это о чём-то говорит. А концерты в Москве, например, дают? Конечно. Постоянно. Где? Ну, везде. Последний был... Где? У нас либо в микрофон, либо молчим. Тебя не слышно. Иди к микрофону. Директор коллектива вмешивается. Потому что мы сейчас теряем время. А на 31-й будет концерт. А что сама не может сказать? Стесняется. Он очень стесняется. Серый кардинал. Понятно, да. Вот. А последний концерт, когда мы играли, это факт-кафе. Это 25 сентября. Почему тебя это название так смущает? Ну, нормальный факт. Если бы не застрели внимание. Факт-кафе. Нет. Просто очень многие почему-то так... Факт, там в кью в конце. Просто не знают, как... Знают, знают. Знают, знают. Да-да-да. Да-да-да. Гармонические слова. Угу. Вот. И, в общем, в принципе, много. Наверное, мы перегляли почти во всех клубах московских. Угу. А кто ваша аудитория? Ну, так, средний такой срез такой взять. Вот совершенно нет. Приходят совершенно разные люди. От очень молодых до... Ну, я думаю, только что, вот, не знаю, как к старикам, вот, наверное, это не близко. Потому что там есть еще вот рок-н-роллы какие-то. А кого ты считаешь стариками? Нужно? Ну, людей там... Скользкую тему, Костя. Нет, ну там уже 70 там. А, таких еще не было замечено, правильно. Это пожилые. Стариков лет сто. А вот пожилой человек, да, в 70 лет. Понятно. То есть, в любом случае, вы рассчитываете... Ну, как? Первым стариками будем мы там, Костя. Как ни крути. Вы там будете, да. Все-таки аудитория у вас молодая в основном. Ну, да, конечно. В основном молодая аудитория. Это хорошо. Ребята, супер, когда концерт в Москве. Алиса Чижова спрашивает. Ну, 31 октября. Пока. Нет. Где? Это... Это кафе Дома моря. Дома моря? Да, так есть. А где это? Где-то в центре. А Бростово, да, кажется, 7, да? Вообще, где в Москве может быть Дома моря? Только в центре, я понимаю. Просто я не знаю, это новое что-то. Я не знал этого названия. Порт Пяти или Семи морей Москва называется. Это да, это да. Семи морей это всегда. Семи холмов, ладно. Вот Семи морей удивительно. Так, значит, ну что же, второй царь в истории живых. Будем, так сказать, знакомиться. Максим Зверев написал. У нас просто, я уже говорил... Детский царь. Да, детский царь. А мы и знаем лично, да. Да, встречались с ними в Екатеринбурге. Они перед нами как раз. Это была официальная встреча двух царей. Случайная встреча. Или неофициальная. Они после нас сразу выступали. Где? На Екатеринбурге. Там же. А, на фестивале. А, то есть цари поставили рядом. Да вообще как-то. Но я скажу тем, кто не очень в курсе, ну совершенно другая музыка. Я называю их музыку грибной культурой. Бери от жизни, все! Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну потому что они, в принципе, и сами этого нести... Правда, когда не знаешь этих людей и, скажем, смотришь на то, в каких костюмах они это делают, такая музыка, есть сразу ощущение, что они в лес ходят не зря. За грибами, но за правильными, так сказать. Грибами. Песенка у них есть на этот счет. Грибная культура. Вот. Я понимаю, что у вас совсем другая музыка, совсем другой подход. Вы нашли общий язык-то с ним? Мы с ним не общались. Нет, я общался. А, да. А вот откуда ты запомнил, да. Нет, ну как бы мы общались, да, они хорошие ребята такие. Нет, они хорошие. Они хорошие, они не хорошие. Но грибная культура зовет. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. А они у нас, кстати, тоже поиграли уже. Привет всем, пишет Леша Бахвалов. Песни замечательные, мелодичные. Развеяли грусть и тоску. Спасибо вам за песни. Счастья, добра и удачи в вашем творчестве. Спасибо огромное. Вот такие вот слова говорят вам. А что касаемо дисков, альбомчиков? Ну вот мы как раз... Альбом у нас вышел летом, да. Подождите, вы же летом только-только в этом составе жить стали. Мы начали жить летом позапрошлым. Да-да-да. А, этим летом? Этим летом вышел альбом. Ну я же рассказывал, мы альбом писали достаточно долго. То есть сначала гитары вели, потом Юра ее переписывал, потом, так сказать... Это ты про альбом рассказывал? Да, конечно. Я думал, ты просто говоришь о том, что была программа, которую потом пришлось переигрывать, потому что новые музыканты пришли. Так это альбом. Как вы невнимательны. Да ты что? Значит, я не так понял. Хорошо. Как это называется альбом? Альбом называется «Сказки каменного леса». Мы долго думали, сломали множество копий. Лепса. Лепса знает, да? Нет. Теперь вот, да. Так, так. Теперь он курс. И, значит, летом мы его как бы уже... У нас вышел, была презентация 25 сентября. Ну, Гриф вообще-то встал. Скажи, где найти можно альбом. Да, это важно. Ну, альбом в интернете выдается. Хорошо. Адрес гениальный. Не знаю. Это Катя, я не знаю. Ты знаешь, ну скажи тогда, где? Где можно купить альбом, если кто-то заинтересуется? Да, господа слушатели. Екатерина, расскажи. Наконец-то. Наконец-то вытащили ее. Добрось ты наушники. Иди так уже без них. Простите, наушники не дотянутся. Можно зайти на официальную страничку группы «Лесной царь» ВКонтакте. И там будет написано, где можно скачать. И не только скачать, но и бесплатно послушать треки группы. А люди хотят иногда не просто бесплатно послушать, а скачать. Вот реально. Бесплатно скачать. Альбомчик. Неважно, хоть за деньги. Кстати, аудитория своей радио — это те люди, которые готовы платить за альбомы. Ну, на страничке группы, там ссылки есть. Ага. Я вспомнил, кстати, я видел даже, я видел. Ух ты. Удивительно. Есть ссылки. Просто есть же всякие разные сейчас агрегаторы в интернете, где можно покупать, да? Куда специально заливается музыка для того, чтобы оттуда... Саундклауд, не знаю, там можно купить где-то это все дело. Вот в iTunes есть. В iTunes есть. То есть там можно заказать и купить себе альбомчик. Хорошо. Ну, люди спрашивают, поэтому надо в любом случае ставить в известность. Есть ли, ну, скажем, в ближайшей перспективе... Есть ли в ближайшей перспективе возможность записать еще один альбом, например? Песни для этого есть. Да, да, материал есть, да, да. Песни есть. Вы сегодня поете как раз песни из первого альбома? Да. Я так понимаю. И не вошедшие тоже? Нет, мы только с альбом поедем. Только из него. А вообще много сейчас в репертуаре за год накопилось песен? Ну, лично. Сколько на штук двадцать? Да, даже больше можно сказать. Ну, это вполне себе. И еще много в работе, так сказать, недоделанных еще. Вот мы как бы... Вот вели Женю, и, то есть, как бы, репертуарный период был посвящен тому, что, да, старые вещи делали, да, и новые, так сказать, немного заморозили. Законсервировали. Женя сейчас смотрит умными глазами, может, что сказать хочет. И добрыми тоже. Нет, ничего сказать не хочешь? Вовсе сказал. Давайте, наверное, дальше попоем. Потому как, да, требует того программа наша поговорить-поговорили. Следующая песня будет лайтовая очень такая, капли на стекле. Капли. И до этого-то хард был. Да, я же понял, да, рок-н-ролльщик был, хард был. Теперь лайтовая песня. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Лесной царь». Поехали. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дважды в одну реку не войдешь И пускай с тех пор прошло уже немало лет Виден огня, сжигающий во свет В огне это многие и многие сгорели И не твердый шаг тоже надежда И это тоже все было Ну что еще с тех пор Мы забыли Время идет и жизнь берет свое Сказал утром, что дважды в одну реку не войдешь И пускай с тех пор прошло уже немало лет Виден огня, сжигающий во свет В огне это многие и многие сгорели Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Красивости какие Красивости Слушайте, а вот если иметь в виду Ну такую простую, казалось бы, вещь Как творческий зуд Вот приходит настроение И человек сочиняет А нет настроения Человек вроде как сидит и в простое себя ощущает Про меня Да ладно Нет, ну когда Да, ничего нет Не пишется А часто бывает, когда не пишется? У меня очень часто У Вовы, по-моему, не бывает никогда Он все время что-то пишет Ну, глядя на него, я понимаю Что у него, мне кажется, не бывает таких простых Чего-нибудь все равно хоть пальцами, но перебирает, правильно? Ну да Ну по струнам-то А по струнам-то, конечно Я в этом смысле Ты ни о чем не подумаешь Я начинаю перекидывать уже Ну мало ли Потому что обычно, когда, скажем, есть коллективы Где фронтмен или фронтвумен в единственном лице Там, в общем, все понятно Кто лидер коллектива, совершенно очевидно Человек пишет тексты, музыку И вперед А вас двое Получается, вы делите между собой полномочия Да что ж ты все мастишься Да просто провода Я как звукорежиссер не могу на них сидеть Конформист Ах, вот в чем дело Все усилится? Да Хорошо Вы два лидера, получается Ну, один пишет музыку и текст Другой пишет музыку и текст Как вы делитесь? Лидер Костя Да лидер свой Никогда мы об этом как бы Да, честно говоря, у нас такого вопроса нету Но когда Костя выходит на сцену Начинает петь, как бы вопросов не возникает Когда он начинает говорить Тоже вопросы возникают Сразу куча текста выливается Так Бывает, например, такое, что Кто-то приносит свой текст А чаще всего я так понимаю Что текст вместе с некой музыкальной рыбой Да? А второй говорит, к примеру Да как-то не то, не сё Не рыба, не мясо Да, было такое Доводим до ума Подождите секундочку Доводим до ума или отбрасываем? Нет, мы ничего не отбрасываем С удовольствием бы отбросили, да Но нет такой возможности Нет, нет На самом деле мы ничего не отбрасываем Потому что на самом деле Ну, моё мнение Что любую вещь надо попытаться сделать Если не получилось, другое дело Но попытаться сделать её надо А было, когда не получалось? Бывает так уже два года не получается Нет, ну, тем не менее Не отбрасываем Нет, Костя У нас была одна песня Которую мы исполняли два года назад И она не очень хорошо пошла Сейчас мы её доделали И она у нас звучит Просто мы не будем сегодня играть Именно поэтому, да? Нет, не поэтому Вот, ещё есть такая же В таком плане есть вещь в доработке Мы и доработаем То есть Нельзя сдаваться Как будто оправдывались Нет, нет, это позиция такая Я так спросил Это позиция Здесь смс-ка есть любопытная Не могу её не прочитать Давно стежу за работой группы Лесной Царь Вот эти группы год с небольшим Но давно До кого-то это срок Вопрос к Константину Костя Помогает ли вам Ваше образование звукорежиссёра При записи песен в студии Елена Химки Я думаю, что мне в принципе Оно помогает И даже На репетиционной базе даже Помогает Я прихожу Всё отстраивать Более всегда всё не нравится То есть звукорежиссёр коллектива ты Или Настя? У нас звукорежиссёр есть Я не могу отстраивать себя Потому что у меня крыша едет И я начинаю Вообще особенно Мы пробовали так один концерт Он бывает себя просто громче всех И правильно Нет, не только Не из-за этого А потому что Потому что я всё время думаю О звуке в зале И вот для меня это большая проблема То есть я отстрою И думаю Блин, а что-то по-моему Много там Не о тексте думает Это ненормально А звуки в зале Но вот опять же К вопросу образования Получается Всё портит образование звукорежиссёра? Да нет Оно Хороший ответ Нет, как оно Может не портит Конечно, оно помогает Нет, в плане Работы с микрофоном Правда, по-моему У меня иногда тоже косяки С отдалением бывают Но всё равно оно помогает В любом случае Ты понимаешь Как лучше Даже можешь дать совет Иногда человеку Который Может быть Лучше тебя разбирается Там В цифре О, а звукорежиссёры любят Когда им советы дают Нет, нет В цифре В цифре Нет, в цифре Когда в цифре Человек разбирается Я ему просто могу сказать Что у нас вот Ну такая концепция То есть Где обычно чего Будет Да элементарно Вот ты приходишь Там Вот Вов приходит Он просто бросает провод Коему А я могу его В дебокс ставить Я знаю, что в инпут надо Вставить Ну элементарные вещи Какие-то Костя преувеличивает Всё-таки По-моему Я сейчас начну Думаю, что Вова Этого не знает Нет, Вова просто Он отбрасывает Всё, что ему Как бы В данный момент Не нужно Я в этом момент Сочиняю новую песню Кстати, правильно Кстати, правильно Лучше то, что не нужно Как-то так В стороночку откладывать Ну башка же потом Не чугунная Она же кипеть начинает Значит Привет, парни Рад вас Слушать в прямом эфире Дайте 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 песню Я бы мог Я жену соблазняю Срочно Эту песню Игорь Горин Я так понимаю Кто-то из ваших Знакомцев Да Игорь Скорее Будет поздно 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 Будет Скорее Пишет он Жену соблазняю Что жена У Игоря Горина Да Может Ты что-то Ты знаешь Вообще-то Да Вообще-то Всё под контролем Игорь Небось Не будет поздно Ну вот Просто мне интересно Просто мне стало Очень любопытно Давайте быстрее Будет поздно Мы сыграем её обязательно Да Ну так мало того Он ещё и повторяется Вот он только что написал Давайте Ну прочитал я Игорь Прочитал сообщение Ребята поржали по этому поводу Переглянулись тут Кое с кем в студии Удивились тому Что происходит На самом деле А ничего удивительного Мне кажется Нет В любом случае Музыка Она сближает Даже если Не рядышком сидят Всё равно Флюидами-то Перекидывают Правильно же Я понимаю А то А вообще Песня называется Если б я мог Ну это Другое дело Как она называет Человек её так Для себя назвал Мы споём её Обязательно Песню про лебедя Я думаю что да Вот эта песня Как раз для Стариков Я ещё раз спрошу А кого ты называешь Стариками Ну вы говорите Там сколько Сто лет Там ещё Многослойный намёк К нам они относятся В любом случае Давайте наверное Тогда споём Действительно что-то Я уж не знаю Что-то в программе Все планировали Но давайте Наверное Прямо сейчас И споём Ну что-нибудь Контровое Наверное нужно Ну давай Я не знаю Я не знаю Решайте сами Как будет называться Это Муха Муха Да Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Лесной царь Поехали Муха Ко今 Муха Родился ты на свет, и что на муху ты похож И хоть не нужен ты вовсе, здесь боишься, как все Что придет время, и ты умрешь Ты стал героем моей в глубине души Решил, что роли лучше не найти Благодарить судьбу не встретился Тот, тот захотел дорогу тебе перейти Ты самый умный, всюду всегда прав И с возражением сроду не знаком Не вспомнишь ты, когда себя последним ощутил дураком И кто из нас в свое время не мечтал Пробить сплошную стенку бомб? И я был там, я вспоминал, как много лбов разбитых знал Как редко в стене пролом Ты самый умный, всюду всегда прав И с возражением сроду не знаком Не вспомнишь ты, когда себя последним ощутил дураком Кого винить, что родился ты на свет, и что на муху ты похож И хоть не нужен, но все здесь боишься, как все Что придет время, и ты умрешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неожиданное концерт Никак не ожидал от этих взрослых людей Такого перформанса в конце По ловле мух Неожиданно, но приятно Я вообще люблю людей творческих Непросто клан Непросто, да Людей творческих, людей, скажем так Нетривиально смотрящих вокруг себя И глядящих на жизнь немножко другими глазами Вот, например, Константин Твердый писал Кайф-то какой Кайф И снова, значит, и снова, как всегда, не могу не порадовать своей публикой Которая сейчас подошла ко мне в количестве десяти человек Которая слушает постоянно со мной программы «Живые» Ребята были в удивлении от этой группы Тем более у моего друга Николая сегодня день рождения У него сегодня двойной праздник Так как выступает его любимая группа Также он и остальные слушатели передают пламенный привет Пишет Леша Бахвалов Такое ощущение, что Леша стебет сейчас Не-не-не, не в том смысле, что группа любимая А просто какой-то длинный пост такой Причем пост, в котором Есть повторы Я уже видел подобные сообщения, по-моему, от него же На какую-нибудь другую группу Шаблон заготовленный Леша, спасибо, это не креативно уже Это уже неинтересно Вы что-нибудь придумаете новые слова, что ли Я тут не так давно Не помню, несколько дней назад буквально Обнаружил в интернете очень любопытную фразу Даже не фраза, а такой демотиватор Как сын общается с папой Ну, вроде бы как, да? Как-то обычно на демотиваторах бывает Значит, папа, я когда вырасту Хочу стать рок-музыкантом На что папа отвечает Тут одно из двух Либо рок-музыкантом, либо вырасти Так вот, возвращаемся тогда немножко назад Ваше прошлое Кто из вас вообще мечтал, в конце концов, вырасти А кто хотел стать рок-музыкантом? Ну, кто начнет? Я, наверное, начну или кто? Да что ж тебе говори Нет, я всегда хотел заниматься музыкой Но вопрос рок у меня вот так не стоял плотно То есть прям рок-музыкой Ну, конечно, я просто очень люблю абсолютно разные направления От черной музыки до латины Да, 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 желтый, да, белый Вот, а Вова-то он, по-моему, не вырос Ну, сейчас он сам все скажет По мне видно И все парни заржали Не, он просто вырос физически, как бы Так — Что ты про себя не узнаешь на передаче. Ну, рок-музыкантом, наверное, не знаю. Я всегда был музыкантом всю жизнь. — Есть образование? — Есть. — Какое? — Чилище музыкальное. — Ну, инструмент какой? — Гитара. — Гитара. А то есть, в принципе, по профилю. — Хотя у меня, в принципе, музыкальная школа по классу фортепиано. Ну, так у меня наложилось. То есть у меня как бы вопрос... — Деваться было некуда? — Было куда деваться. Было получено попутно еще образование высшее, техническое. — Какое? — Потом, вот здесь, на Тололихина учился. — Я много знаю про Тололихина. — Мясо-молодежь институт был в свое время. — Мясо-молодежь? — Да. — Какая выгодная профессия? — Сейчас университет биотехнологии. Вот видите? — Какая была выгодная? Зачем бросил-то? — Не смог наступить на горло собственной песни. — Секундочку. Горло собственной песни, я понимаю. Ну, пел бы себе параллельно с мясом и молоком. Ну, как без мяса и молока пить? — А как бы без меня сегодня были бы? — Как без мяса и молока? — Как вы без меня сегодня были бы? — Подожди, 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 тут мясо, тут молоко. Ты себе налил молочка, отъел мясо и играешь. Почему совмещать нельзя? — Не умею. — Сейчас сложный вопрос. — Ну, ладно, говори, как есть. — Не хотелось. — Ну, понятно. Ладно, я же шучу на самом деле. В любом случае, человек, который бросает, ну, не то чтобы бросает, а оставляет за спиной свое образование, которое, в общем, наверное, давало бы ему гораздо больше в финансовом смысле. — Ну, факт. — Почему? — Ну, так, я и так неплохо зарабатываю. — На музыке? — На музыке. — Серьезно? — Серьезно. — А, интересно? Ну, ладно, он звукорежиссер. Я могу себе представить, как он может зарабатывать, как звукорежиссер. На записи кого-нибудь, чего-нибудь, на сведении, на мастер. — Ну, сейчас, на самом деле, все плачевно. — Так, подожди, подожди, плакаться я к Вове. На чем ты тогда на музыке зарабатываешь? — Ну, я преподаю. — А, то есть преподаешь гитару? — Да. — А, ну да, тогда, может быть. Тогда да, тогда согласен. Ну, просто, когда говорят музыканты, мы зарабатываем музыкой, у меня сразу возникает вопрос. — А чем это, по-вашему? — Не-не-не. Я-то имею в виду творчеством коллектива. У нас только гастрон, у нас тур. 353 города сразу у нас просто. — Тогда можно зарабатывать. — Так это же, года через два спросите нас, возможно, мы так и ответим. — А я только за это ратовал бы. Я только этого бы и хотел, чтобы у вас так и было. Но сейчас-то пока этого нет. — Ну, так мы всего лишь год с небольшим. — Да, хорошо. Костя, тогда чем зарабатываешь? — Звукорежиссуру, как вы и сказали. Ну, просто это как бы с Вовиными заработками это рядом не стояло. — Так, секундочку, сейчас. Что это получается? — Вот нет, ты просто сказал, что музыка зарабатывает. — Местный олигарх, что ли? — Типа того, да. — Ну, то есть преподавание приносит нормальную денежку. — Да. — А звукозапись пока что девочек. — Ну, я работаю в основном концертным звукорежиссером. То есть я на концертах рулю группы, причем по клубам. Одно время в доме-дороге работал. То есть, ну, в таких вот, такого плана. Вот, и иногда немножко на телевидении поруливаю. Ну, это тоже если... — На телевидении чего поруливаешь-то? — Всякую гадость. Я даже... — А сейчас на телевидении ничего другого и нет. — Говорить даже об этом не хочу. Поэтому, собственно, я и пою вот. — А, так, а ты сублимируешься в этом. Я понял, да. Поработал на телевидении, просто сказал, «Уй, не-не-не, не могу, пошел, пошел попел». Как-то стало сразу легче на душе, отлегло, потеплело. Что тоже, в принципе, хорошо. Давайте, парни, тогда расскажи, пожалуйста, вот я сейчас обращаюсь к бас-гитаристу Дмитрию. — Дим, тебе разрешено говорить, что где-то работаю? — А что, а что, тайна, что ли, какая? — Да нет, ничего тайного. — Ну, так давай. — Радиотехнический институт, имени Академика Минца. — Ты там работаешь? — Да. — Подожди, или там учился? — Я там работаю. — Кем? — Ну, сейчас уже начальник сектора. — Начальник сектора в институте. Подожди, это как в зоне. — Ну... — Что за сектор в институте, прости? — Я понимаю, что в институте ректор, проректор, педагог. — Ну, это институт формата не обучаем, а формата разрабатываем и изготавливаем. — А, вот как. Научно-технический, получается, институт. А что разрабатываете? — Радио-локационная станция. — Так. Интересная тема. Особенно в свете сегодняшних событий, сегодняшнего дня. — Современные перспективные. — Интересная тема. Ладно, я понял. Ну, ты ученый, по сути дела. — Нет. — Не, по секунду, разрабатываешь. — Инженер. — Ученый-инженер? — Инженер. — Ученый-инженер. — Ученый-инженер. — Не ученый. — Никак мне не удается его раскрутить на... Ну, хорошо. Ладно, не ученый, но инженер. — Нигде не ученый-инженер. — Вообще люди, которые что-то разрабатывают и придумывают, в моем понимании, это люди будущего. Потому что действительно они создают будущее. И в данном случае ты тоже создаешь будущее. — А, часть. — Знаешь, ученый, все. Я сказал ученый. — Я сказал горбатый, да? — Хорошо. — Я сказал ученый. — Давайте поспрашаем Жень. — Микрофон же тебе на. — Раз-раз. — Я работаю в институте биоорганической химии имени Шемяника-Овченикова. На должности аппаратчика, то есть. — На навозе, что ли? — Что такое биоорганическая химия? Конечно, прости меня. — Ну, это мы занимаемся производством биомассы, из которой потом делается инсулин и прочие препараты. — А, вот это и биомасса? — Препараты, да. — Это серьезно, полезно. — Ну, я занимаюсь именно как бы, то есть, я работаю с центрифугой, то есть, я слежу за ее правильной работой и за ферментацией слежу. — Сюрприз запускай. — Ферментация — это процесс приготовления жидкости, из чего потом делается инсулин. — Ну, то есть, ты, в общем, на таком ответственном посту я тебе скажу, на самом деле. — Ну, да. — Как у нас дела с инсулином в России? — В инсулином, ну, пока плохо. — Уже плохо. — Это ты плохо стоишь у центрифуги или в чем? — Нет, просто сейчас в связи с такой, скажем так, обстановкой, сейчас просто сырье китайское пошло. — А у нас никогда не было своего инсулина, кстати, из человеческого. Если тоже пошло. — Ну, я не буду некоторые тайны как бы раскрывать. — Да не-не-не-не, я и не пытаюсь, я просто... — Ты по шапке потом дадут. — На самом деле, я впервые встречаю человека, который занимается производством инсулина. — Ну, я скажу просто, раньше все сырье шло из Италии и Франции, сейчас идет все из Китая. — Из Китая, да. — Ну, зато самый высокий ВВП в мире. — Издание Германии. — У Китая. — Ну, пока работаем, вроде все хорошо. — Ну, у нас Юра остался еще. — Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в нормальной жизни, вот в этой музыкальной всей? — Ну, я занимался много чем. Занимался инженерными системами, отоплением, водоснабжением. Работал в нефтянке на АЗС. Вот, в последнее время... — Вот теперь я совсем ничего не понимаю. — В последнее время я решил полностью отдать себя музыке. Вот, и перенимаю опыт у своего старшего коллеги. Сейчас тоже преподаю гитару. — Вон оно как. А с АЗС все напрочь завязал. — Не заправляешься иногда, да? — Вот иногда смотрю на музыкантов и думаю, то ли я ничего не понимаю в жизни, то ли они как-то не распробовали все, как надо было. Давайте, ладно, споем в этом часе, закроем сейчас чем-нибудь интересным. Что это будет? Как будет называться следующая песня? — Ну, песня «Я шел к тебе». Это Костина песня, кстати. Это, в принципе, можно сказать, хит группы. Она звучалась на нашем радио. — Ну, если она звучала на нашем радио, то, конечно, хит. — Не, ну... — Ну, это же безусловно. — Они же выбрали ее. И все многообразие. Было три песни, они выбрали эту. — Я тебе потом в паузе расскажу. — Ловлю на славе. — После этой песни мы, естественно, уйдем на паузу, после чего вернемся в студию еще на часок. Погнали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. — Поехали. Дети законны. Славь, брат, те песни, Где вместе мы вместе. Я шел к тебе, не найдя дороги. Я узмылся в рот Злобы и тревоги. Знай, я не тот, Кто осветит воду, Кто вернет тебе Нужную свободу. Жаль, но Все крошло. Не ложло. Но сложно. Мне нет покоя Вокруг все чужое. Я шел к тебе, не найдя дороги. Я узмылся в рот Злобы и тревоги. Знай, я не тот, Кто осветит воду, Кто вернет тебе Нужную свободу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну мы тоже решили назваться, чтобы обозначить свои горизонты Ах, вон как, вон куда далеко Я просто, ты начал говорить, что это малоприятный персонаж Я подумал, интересное дело Такая приятная, спокойная, абсолютно романтичная музычка Эклектика Эклектика Она усиливает, усиливает влияние Хорошо, я поверю Поверю, надо петь дальше Что это будет? Ну что-нибудь такое латиноамериканское, наверное Я полечу следующие песни Как всегда, живой звук в программе «Живые здесь» сегодня Лесной царь Погнали! Я жил, не ведая картин Где с грустью думаю один Не понимая, что как старь Поможет мне сказочный ваш лизной царь Мой век немал и невелик И хоть по жизни, как старик Ворчу, но верю я в добро Не поздно искать, и не все равно Я полечу туда, где реки и моря Дышим без тебя И мой новый день озарит мечта Вскрытая за грозой Оставь мне в памяти себя Ту, что забыть хотел, любя И все слова на этот миг Доставь для небес и обними Остави прошлое сейчас Спою тебе в последний раз Мне, впрочем, некого винить Ты права, нам не стоит больше глупить Я полечу туда, где реки и моря Дышим без тебя И мой новый день озарит мечта Вскрытая за грозой Я полечу туда, где реки и моря Дышим без тебя И мой новый день озарит мечта Вскрытая за грозой Я полечу туда, где реки и моря Дышим без тебя И мой новый день озарит мечта Вскрытая за грозой Вот теперь хочется коснуться многообразия Ну, я имею в виду разноплановость и песен И латиноамериканские какие-то мотивы присутствуют Я так понимаю, и рок-н-ролльные мотивы Я, кстати, очень люблю разнообразные И такие вот коррективы, которые играют разнообразную музыку Которые не циклятся на чем-то одном А пытаются экспериментировать и плавать туда-сюда Это всегда вызывает у меня уважение и интерес Потому что нужно понимать и в том, и в другом направлении В третьем направлении И очень органично себя ощущать во всех этих направлениях Эта установка изначальная такая была Настолько разнообразную делать музыку Или это сложилось уже по ходу репетиционного процесса? Само по себе Вот просто играли, и как-то он приносит такую, и я приношу такую Да, музыкальная информация Которая в голове сидит, она играет снаружи То есть вас не определить какую Я сам не люблю уже делить музыку на жанры Но очень часто бывает, делают всякие журналисты и критики Вот эта группа рок, там, скажем Это рука, рука Это группа поп играет, это группа что-то А у вас вообще трудно сказать, что вы играете Ну, можно сказать Да, даже такая викторина как бы иногда бывает У вас? Когда на радио выступаем, да, то, что ведущий иногда загадывает такую загадку Кто отгадает, тому премия полагается Не, на самом деле, я думаю, что это все-таки поп-роп Это поп-рок, это поп-рок по-любому С элементами латины Где-то фанковые вещи есть Где-то басанова В принципе, поп-рок То есть с элементами фолка даже иногда То есть вот так Сейчас задам вопрос секундочку Задам вопрос, может быть, некорректный Ты не забыли, что хотел сказать Так бывает обычно у молодых коллективов Когда они только-только учатся играть Они чаще всего занимаются тем, что снимают Ну, с кого-то другого Копируют кого-то другого И играют в некотором смысле такие ковера А потом у них наступает период, когда они пытаются определиться сами с собой Что они будут играть дальше И вот в этот период как раз они играют Потом бросают это дело, выбирая какое-то направление Вы же, я так понимаю Не определились еще толком, да? С тем, что вы будете играть дальше Или это все-таки останется в таком виде, в котором есть? Да, да, мы останемся Ну, да, пока играем Кто знает, что будет дальше, честно говоря Вот просто продолжай тему, которую я хотел Это в тему я хочу сказать Просто на самом деле Я рок-музык воспринимаю не как какую-то, допустим, игру с перегруженными гитарами Или какой-то вечный рок-н-ролл А как просто вот такой Печь, в которой, в общем, справляются различные стили Это может быть Ну, ни для кого не секрет Что, в принципе, есть латиамериканский рок И есть и, да боже, бразильцы играют рок Да вообще, в принципе, любое течение можно, так сказать, нести к року Если, ну, если он какой-то, какими-то элементами обогащается И, в общем-то, фолк-рок, и софт-рок, и даже дуэт Поль Саймин и арт-гальфинка тоже рок был Какой-никакой Так что, по-моему, на мой взгляд, достаточно последовательное наше, так сказать, действие Мы просто берем и приносим в музыку, так сказать, рок Приносим все, что вот нам нравится из музыки всего мира Вы знаете, вот у меня сейчас пришло такое сравнение Не сравнение, точнее, вот мысль такая пришла в голову Помните, был такой у Битл в свое время белый альбом? Да Вот, если там его проанализировать, это просто свалка Свалка всевозможной музыки, которая не имеет никакого направления Ну, полная эклектика Там и песни, там, джаз такой какой-то середины века И рок, и рок-н-ролл, и какие-то баллады акустические То есть вот его нельзя вообще никак идентифицировать как рок-музыку Тем не менее, в общем-то, он как бы один из лучших считается у них Наверное, в силу какой-то общего объединяющего мелодико-гармонического сочетания Которое характерно только для этой группы Вот, я надеюсь И, кстати, не только это убили Это и Квинн практиковали В принципе, великие как бы это не внушались И тоже Лилдзеппель исполняли и регги, и кантри Вот, были у них такие элементы Вот, и поэтому я не считаю, не думаю ничего Не вижу ничего плохого в этом Не-не, а, более того, я даже оговорился Я вообще считаю, что это здорово Что музыканты идут в разы Да, четко, будем одну и ту же песню играть Кому это интересно будет А так мы в своем стиле играем много всякой разной музыки Согласен, согласен Вопросик есть на СМС-портале вот такого порядка Владимир Константин А есть ли песни, которые вы посвящаете любимым девушкам? Ну, Вова, у меня, наверное, это две песни, да Две песни, конечно Мы их все уже играли Я полечу И ветер Это все любимым девушкам? Да Или одной любимой девушке? Одной любимой девушке Любимым девушкам зовут Одной любимой девушке? А Вова? Нету Почему? Девушки нет? Любимой нет? Любимой девушке Песен, которые посвящаю, нет А, то есть ты не посвящаешь песен никому, в принципе? Нет Как-то вот родилось какое-то там Да, да И все, никаких посвящений нет Но тоже хорошая позиция А что, собственно Это не позиция просто получилась А что позиция? Мало ли Нет, подожди секундочку Что-то должно вдохновлять в любом случае Я как-то для себя сделал вывод уже Потому что чаще всего люди пишут стихи Либо занимаются творчеством Особенно рьяно И особенно плотно Когда в двух состояниях Либо это состояние полета Ну вот вдруг крылья за спиной возникли Не знаю, любовь пришла Бабок много заработал Случилось что-то с тем делом, которое ты делал И все случилось Срослось у тебя полет Кто-то идет закладывать А кто-то песни писать Либо в другом состоянии Когда все не так Когда расстался с любимой девушкой И тебе тоскливо И так далее Вот среднего положения нету Поэтому я тебя и спрашиваю Что у тебя тогда Мне вспоминаются слова Максима Дунаевского Что мы давали Да Как он сказал На счет вдохновения Говорит Это у наших звезд вдохновение А у нас работа Ага Ну в общем нет Если мы говорим В данном случае О высоком полете То может быть Не стоило бы так А если мы говорим О рутинной работе Ежедневной Товарищ Дунаевский Это человек был Который Собственно говоря Привязан к одной определенной стилистике Которой не оторвать его Поэтому для него Вознужна работа В свое время Не помню кто Я сейчас Не помню кто Кто-то из театральных людей Может Не помню кто Если на афише написано Что премьера спектакля В 19 часов То вдохновение должно прийти В 18.50 Вот как хочешь Работа не работа А вдохновение быть должно Любой профессиональный актер То же самое скажет Абсолютно верно Поэтому Больше тебя пытать Про вдохновение не буду С Костей Михаил Чехов forever Возможно это Михаил Чехов Да С Костей как-то проще У него вот видишь как Все-таки есть позывы Ну оно просто Нет Были Как факт Да После этого Родилась Родились песни То есть Ну какая нормальная Нормальная Абсолютно нормальное явление Давайте дальше петь Что это будет Сейчас споем песню о любви Да ладно Да А те которые были до сих пор Они про что интересны Сейчас будет конкретная песня Конкретно про лис Чисто конкретно Да Песня Как раз о воле Настя Чуть-чуть гитара мою Чуть-чуть В ушах В ушах Как называется песня Которая будет звучать Как называется Следующая песня называется Все давно позади Да Она написана в стиле Да Написана в стиле босановые Как всегда живы В программе живы Здесь сегодня лесной царь Поехали Пережил я все напасти Видел 33 несчастья Вот ее повстречал Теперь признаю Что раньше горя жил Не зная краски В общем сгущал Слышу от нее все чаще Что лишен я к ней Участью что Я груб Голый зол Но между нами Мир заглянув ее глазами Там Себя Не нашел Понять ее Порою очень сложно Объяснить Что-либо невозможно Мне остается только ждать Года короче станут Года короче станут И наконец Настанут те В которых меня нет Забыть осталось Все прошлое Но оказалось Лучше нет Лучше нет Этих лет Понять ее Порою очень сложно И объяснить Что-либо невозможно Мне остается только ждать И все прощать Вот так мечтали прежде Всю жизнь прожить Надеждой вдруг Все сразу найти Потом узнали То, чего так долго ждали Все давно позади Потом узнали То, чего так долго ждали Все давно позади Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не хотел бы. Дорога без конца. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня «Лесной царь». Поехали? Поехали. Находясь в раздрои, чтобы оглейше пульным шиком замеру. Витрины я крутого бутика. Дорогой машины дверь открылась и оттуда, бог ты мой, неужто это ты, о, так чудо? Между нами дорога без конца, а на ней седы и облака. Вот так море птицы, но несут потоки и оттоки, джипы, чероки, склоки не остановиться. неужели ты не ожидал тебя убедить за блоки, а твой номер и страница в контакте? «Я так и не понял, чем я мог тебя обидеть, когда ты тогда внезапно так исчезла от родителей. неужели ты, о, так чудо» «Была дорога без конца, а на ней седы и облака. Вот так море птицы, но несут потоки и оттоки, джипы, чероки, склоки и оттоки, не остановиться». «Я так и не понял, тебя и неctic» Скользнувшим взглядом, как пустое место, улыбнулась незаметно краем глубине беззвучной. Спутник Swiss открыл ей, и она вошлась не вместе, на душе вдруг стала как-то пусто и скучной. firmin, без конца, А на дне все три облака, вот так хмурые птицы Но несут потоки, биотоки, джипы-чироки И склоки не остановиться И опять дорога без конца А на дне все три облака, вот так хмурые птицы Но несут потоки, биотоки, джипы-чироки И склоки, потоки, и летят широки Но несут потоки, ноги-потоки Не остановиться Не остановиться Послушайте, а вот мне дико стало интересно Вы как часто репетируете? Ну, так собираетесь, помимо музыки Ну, я имею в виду, помимо того, чтобы выступить где-нибудь на каком-то мероприятии Или на радио, часто видитесь? Да Микрофон, микрофон, микрофон Микрофон Да Спасибо Два раза в неделю где-то мы репетируем Сколько? Два раза в неделю Два раза в неделю? Офигеть, а работать когда? В какое время вы репетируете? После работы? Поздно вечером, да То есть это после трудного, тяжелого, рабочего дня Вы все собираетесь вместе Еще и репетируете вдобавок А ради чего? Ради славы и денег, понятно же Наконец-то он это сказал Ну, наконец-то Наконец-то А можно я скажу? А я это делаю для хобби То есть славы тебе не нужна, и денег тоже? Короче, денег не получишь Нет-нет Понятное дело, что любой человек, который, ну, скажем так Занимается чем-то любимым Если это было хобби, то в какой-то момент это перерастает в другое совсем Это становится частью жизни, это становится профессией Если складываются условия, да Если, ну, условия какие-то И условия мы сами складываем Вот в этом парадоксе А везение, удача имеет не последнюю роль Ну, в общем, да В жизни человека Удача нам нужна А может быть даже Куда нам без удачи? Одна из основных Куда нам без удачи? А что такое удача в таком случае? Это когда ты хочешь, чтобы оно получилось И оно получается почему-то Само собой как бы? Нет, не само собой А как тогда? Ну как, ты прикладываешь усилие И оно почему-то получается Хотя обычно бывает наоборот А мне всегда казалось, что это результат твоих усилий И никакая не удача Удача не всегда Удача, ну как Бывает, что и прикладываешь усилие И усиливаешься, и усиливаешься Оно не получается Не складывается Это бывает Но вот в моем понимании Удача, это когда ты, не знаю Идешь по улице Вот совсем нет никого Вот совсем нет никого И лежит, не знаю, такой тугой сверток Сто-долларовых банкнот И никого нет И ты понимаешь, что это ничье И тебе будет неловко Но это удача А вот так, чтобы оно к тебе пришло В таком виде Надо еще попахать И там удача, неудача Все складывается Нет, это просто повезло Деньги лежат, просто повезло А разве удача А удача, это вещь, как бы, она постоянная Это не везение Не, везение, оно, понимаете Постоянное Вот удача, это как бы Оно периодически возникает Благодаря твоим усилиям Вот если тебе не один раз повезло Нашел денег А вот ты делаешь что-то И находишь постоянно И постоянно находишь, да И это помогает твоему движению Ага Хорошо, тогда Как звать-то, господи, забыл эту Гарри Поттер-то Кто написал? Баришня Да, Роллинг Роллинг, которая Роллинг Которая Стоунс, не Стоунс Нет, не Стоунс Это группа Роллинг Стоунс Роллинг ее зовут, да Она же ведь изначально-то и не собиралась Как я знаю по ее истории Не собиралась ничего грандиозного Просто писалась и писалась Вот оно вот написалось такое Что написало Взяли, напечатали, пошло Написала вторую Пошло Написала третью А дальше все пошло само по себе Ну нормально, тетка-миллиардер Круто Вот это удача? Это, ну конечно, удача Несловно Сложили звезды Не, на самом деле она достойна Достойна того, что это пошло Безусловно 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 Ну ведь, вы смотрите Она, вот я год назад, конечно, читал Она написала под псевдонимом Роман-детектив И там пятьсот экземпляров продали Всего-то Да То есть как бы Все-таки она не Толстой И не Чехов Вот просто нашла тему Которая совпала С интересами читателей И пошло Ну вот я тоже всякие раз задумываюсь Что ж такое удача Как к ней относиться И вообще надо ли на нее реагировать Просто потому, что Гарри А, это понятно, да Как к этому всему Я, например, никогда Клянусь Вот как перед иконой сейчас говорю У меня были случаи Когда я перед своими глазами На дороге находил Вполне Вот я когда рассказывал об этом вот Жгуте Да Вот оно и было перед моим лицом Я постоял 20 секунд Надо этим Оглянулся Нет никого Вот реально Я понимаю, что кто-то Если это и потерял То этот человек уже давно ушел Или из машины выпало Я не знаю Рядом какая-то машина припаркована В которой никого нет Ни одной живой души Я еще посмотрел Нет веревочки никакой Знаешь, как бывает Там иногда шутят таким образом Я не стал брать Почему? Потому что у меня есть Внутреннее убеждение в том Что ты здесь найдешь В другом месте Потеряешь Ты вот тут сейчас возьмешь И скажешь Вау, круто Да Ну, как многие сказали бы Отдай на благотворительность А в этом случае получается Что вроде бы Как находишь что-то чужое И отдаешь-то свое Тут уже жаба жим-жим Говорит Поэтому лучше не брать вовсе У меня два года назад Было такое же случение Я прошел Я тоже не взял деньги Которые лежали на земле А с другой стороны Я вспоминаю анекдот Когда умер Рэбе Старенький такой Ну, в общем Утонул Потому что город затопило Знаете анекдот, да? Да Лодки посылал Да, да И когда пришел Ну, уже к Богу Господи, я же тебе служил Так верно Почему ты мне, собственно, не помог Так я тебе лодку Тебе кто Вертолет тебе кто Плод тебе кто посылал Дурак, что ли? Мне кажется, все-таки Если Бог помогает Если, так сказать, верить в Бога И Он помогает Он помогает Немножко другим способом Не подкидывает тебе деньги А дает возможность их заработать Посылает тебе талант Работоспособность Это тоже пошло Если нет таланта Слушай, а что делать Если есть работоспособность И столько, что деваться некуда Если есть таланта Мама, не горюй А бабок Бог не подкидывает А вот здесь удача А вот тут уже удача Да Но она же, понимаете Не просто нашел деньги Пошел, купил себе стиральную машину И счастлив Ты пустил эти деньги Ты пошел, купил пять машин И устроил практичную Нет Ты раскрутку И зарабатываешь на этом Речь пошла о таланте Слушай, а хорошая мысль Почему сразу в голову не пришло Надо купить Пять-шесть стиральных машин Здесь у нас нет Установить в помещении Устроить здесь прачечную И на этом мы, конечно Можно было неплохо зарабатывать Что там радио, в конце концов Вот где бизнес-то мог бы быть Слушай Почему мне это раньше В голову не приходило Надо петь Вам повезло, что мы пришли А вы подсказали, ребят Удача Удача Об этом речь была Что будет дальше? Дальше будет песня Под названием Лесной царь Так она уже была? Нет, ее не было Это мы были А песни под названием Лесной царь еще не было А что-то было в песне Про лесного царя? Это в Я полечу было Да, были слова Лесной царь А, вы часто употребляете Я так понимаю Название колеса Всего лишь два раза Надо себя любить Тогда поставим Примеры поставят остальные Всего лишь два раза Тогда будет удача Да? Хорошо Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Лесной царь Поехали День обреченный Скрывают крики птиц полуночных В траве болотной Нам будет по сне И сон, как дурман цветочный Волкам усталым С утра по следу Идущим молча Нашепчут совы Где можно плодок Полезных отведать в волши В середине Утром в водовороте В дико лечащем уходит Знойный жаль Не позволит попасть Не оставит заботы Нас услышит с тобой Лесной царь В прозрачных водах Резвятся шумно Самые края Проходят годы Крихоти О годах они не знают Глубокой доты Таятся духи Болот и ночи И обреченных Зовет голос их И нежеств и прочих Все леденники Будут нам под обороте В дикой чащем уходит Знойный жаль Не позволит попасть Не оставит заботы Нас услышит с тобой Лесной царь Эй И в дикой чаще Найти поляну Чтоб там пропеть Ночную песню Волчицы свои И будет луна желтеть Когда придет сног Нас плетят там Где лес кончался Нас ждет Лесной царь Откуда никто Ни разу не возвращался В середине реки В мутном водовороте В дикой чащем уходит В знойный жаль Не позволит попасть Не оставит заботы Нас услышит с тобой Лесной царь В середине реки Посреди злого лета В дикой чаще глухой В знойный жаль Не позволит нам во сне Оставит с ответом Нас услышит с тобой Лесной царь Кстати, вот эту песню Написали мы с авторствием Это, пожалуй, единственная песня А, это вот так, о которой ты говорил Да, что вместе написали Ну, что, красивая песня Смотрите, что пишет Я сначала прочитаю сообщение А потом скажу, кто написал Самые добрые слова Директору коллектива Екатерине Посмотрите, штуточку Директору коллектива Екатерина Почему-то А, видимо, точка должна быть Вот как Самые добрые слова Директору коллектива Точка О, Екатерина Профессионал С огромной буквы Говорю это как родищик Всегда приятно Общаться с ее коллективами Побольше бы таких директоров Нашим группам Дмитрий Святский Написал Все, она говорит спасибо И, судя по всему, знакома Вы с Дмитрием, да? Я не знаком Он как родищик говорит А где это интересно Он родищик Ну, просто вот любопытно мне стало Расскажи Я прошу прощения К сожалению Не помню Очень много Очень много таких Дмитриев Нет-нет-нет Я не об этом Я понимаю Я понимаю Просто человек, коллега Коллега, признавайтесь тогда Где вы? Откуда вы? Мне тоже было бы интересно Это узнать У нас с вами вообще 15 минут осталось Вы понимаете 15 минут осталось у нас Две песни успеем Да как-то понять, что успеем Потому что время пролетает так быстро Что не замечаешь ничего Сейчас гляну на часы И понимаю, что четверть часа Осталось от второго часа программы И нам уже придется прощаться с вами Когда... Ну вот так сейчас поведу разговор Мне просто любопытно стало Глядя на вас Я понимаю, что вы люди серьезные Обделенные Особыми такими вещами Которые называются Бодловатость Вы обделены этим У вас этого нет в глазах Я не понимаю, как вы выжили Вообще в этом мире За столько лет существования Потому что обычно человек Для того, чтобы выжить в мире В сегодняшнем современном мире Он должен быть Немножко где-то хамом Немножко где-то жлобом Чуть-чуть Совсем чуть-чуть Но чтобы уметь ответить Другому человеку Который себя так Знаете, как в том анекдоте Когда интеллигентный человек В забитом битком автобусе Пытается пробиться к выходу И впереди стоящего мужчинка Так по плечу Извините, пожалуйста Бога ради Простите, что я вас беспокою Вы на следующее Не выходите случайно? Такой же как Тот поворачивается И говорит, что Интеллигент, что ли Да боже, упасти Такое же быдло, как и вы Так вот Как вам удается Выживать сегодня Во всей этой вот Нашей великой реальности? Просто вот живем Не задумывался Это данность Ну ведь сложно, черт возьми Нет? Просто не обращать внимания На все черные стороны? Ну как-то все Да, ну как-то не знаю Я вообще такой проблеме не чувствую Вот у него нет проблем А у тебя? Нет, ну как бы Что тут сказать? А? Расскажи про микрофт Ну например А знаете, вы тоже везде Может везде На людей Просто Которые окружают Удачи Просто он к жизни Относится легче Немножко То есть у него отношение Само оно более такое Он воздушный знак Наверное, поэтому Он легче как-то По знаку Водолей, да? Да Водолей Ага, воздушный знак Так Вот Ну как-то он легче Ко всему просто относится К тому, что происходит Если там косяк Вот я задумываюсь Там начинаю Блин, да как же так Успом Ну Уходит в депрессию Пишет песни Да, это полезно Нет, ну не всегда В депрессии Ну просто Ну как бы Запарюсь немножко А он как бы Да ничего страшного Все хорошо Может оно и хорошо Что так Я даже завидую Не было случаев Когда обижали Не было случаев Когда хамили Не было случаев Когда говорили Какие-то нелицеприятные вещи В лицо Наверное были А как Я не помню Не помню Я просто хочу представить себе Как Вова, к примеру Отвечает на хамство С другой стороны Ну что, молодой человек Вы что тебе позволяете Да вы что, смеетесь Похоже, что я так разговариваю А как Он приходит на репетицию Господа, господа Здравствуйте, господа Вы знаете, ну я не знаю Как это вот получает Что я с хамства Не сталкиваюсь практически Не знаю Не хамят Я не знаю Я не могу смотреть Ни одного случая Когда мне вот так Сильно бы это Не хамят? Не хамят? Ну крупный такой За руль может быть Не-не-не-не Подожди За рулем-то хамят всем Там просто не видно кому Битые Да-да-да Ну я к чему-то заговорил Об этом Ну просто потому что Людям вот действительно Реально я вижу Этих людей перед собой И понимаю, что люди светлые Вот настолько Слово интеллигент Сейчас затерли уже Затерли И как-то матерным Оно почти стало Но в хорошем смысле Интеллигентные люди И всегда приятно Общаться Спасибо огромное Константин Твердо написал В «Вечер чудес» Послушали поп Рок Регги Рок-н-ролл Рок Будто не одна группа играла А несколько Как же это вкусно Пишет Константин Твердо Я подписываюсь Под каждым словом Сказанным здесь Константином Давайте петь что это будет Мы сейчас сыграем Да А это будет Мы ее называем Ирландская застольная Даже ирландская Да Ну она такая Шуточная песня Да Называется перевернулась Как всегда Живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Лесной царь Погнали Ирландская застольная Но что-то во мне Перевернулась Я не вернулась во мне Где-то над ней Завско лыхнулась Завско лыхнулась на дне Вот мне я подъехал С видом таким Что намного готов Но есть слово привета И других нету слов Потом так разошелся Что сам поверил В чудо-рассказ О том, как все переменят Отношения у нас Отношения у нас Но что-то во мне Перевернулась Перевернулась во мне Где-то над ней Завско лыхнулась Завско лыхнулась на дне И вокруг горит Словно я в огне Перевернулась Перевернулась во мне О-е-е-е О-о-о-е Она слов не слыхала Будто сигнала Долго ждала Потом сразу вцепилась Как вещами меня Напрасно ей говорил Не стоит спешить События ждут Она, чтоб не упирался Чтоб выбрал, что дают Чтоб выбрал, что дают Но что-то во мне Перевернулась Перевернулась во мне Завско лыхнулась Завско лыхнулась на дне И вокруг горит Словно я в огне Перевернулась Перевернулась во мне О-е-е-е О-о-о-е Я Ра-ду-э Ра-ду-да-ду-да-ду-да-ду-да-ду Я Спасибо Ну вот так Сходите на концерт коллектива Лесной царь Побываете на фестивале одновременно Потому что у них настолько разнообразное творчество Давайте-ка мы еще раз о концерте напомним Это важно 31 декабря Декабря С Новым годом 31 октября 31 октября Может и 35 декабря тоже будет Я еще не знаю 31 октября Дома моря Это Москва Да, Москва В общем, те, кому интересно Погуглят, что называется Найдут Улица Обрасова Дом 7, кажется, да? Обрасова 7 Улица Обрасова 7 31 октября Это метро Достоевская Кажется И Новослободская В тех местах Недалеко Во сколько начало? Начало В 8 В 8, да? Начало Здорово В 8 Значит, пол 9 Пацаны узнают Значит, пол 9 Мы так обо всем узнаем Нормальная ситуация А дальше? Катя совершенно снимает все проблемы Абсолютно То есть вот Абсолютно все Вот занимайся Только играя на гитаре И сочиняй песни Хорошие Ты все остальное делаешь сама Катя, мама ваша Это Мама Нет, ну как обычно Мама, мама все проблемы снимает Абсолютно Вот видишь как Мало того, что вы ей благодарны Ей благодарны коллеге Е-радио Да, я так понимаю Е-радио Ну а что ж ты Е написал? У меня тут нет У тебя там нет Ну это Е-радио А Дмитрий Святский, который писал Вот Е-радио Коллега Вот он помнит добрым словом Вспоминает Это же приятно Значит получается Человек делает свое дело хорошо Делает его качественно И коллективу хорошо И коллегам хорошо И зрителям наверняка Будет хорошо Это же важно А вообще профессия делать хорошо Это действительно профессия сложная На самом деле Правда Люди творческие Любые Сейчас говорю не только о музыкантах Это и актеры Это и я не знаю Певцы Ртом не только Рок-н-ролльные исполнители Их задача По сути дела Сейчас скажу слово Такое Почти матерное Обслуживать Обслуживать чужие интересы Ну а что делать? Да-да Сфера обслуживания Я всегда удивляюсь Когда например Человек сидит на кассе Работает кассиром И получает три копейки Понятно что это раздражает И вечно недоволен чем-то И говорит Если бы вы знали Сколько мы тут Так не надо тогда этим заниматься А если уже взялся Так делай хорошо Так же и музыкант Точно так же Он вышел на сцену Должен сделать хорошо залу Должен сделать хорошо Своим зрителям Которые должны уйти Окрыленными Восхищенными Счастливыми Что не зря провели это время А как трудно директору Который должен сделать все Для того чтобы коллектив вышел И ушел С площадки потом довольным И зрители собрались Да правильно? И чтобы всем было хорошо Это берегите Берегите девочку Берегите как можете Какая по длине будет песня По хронометражу Которую вы закрываете Сегодня программу Так навскину Три минуты Двадцать секунд Точно знаешь? Смотри если обманешь Я же потом ведь тебе счет выставлю Я потом тебя найду Понятно Ну примерно три минуты Значит у нас еще есть некоторое время Очень хочется просто программу Закончить песней А не на разговоре Поэтому я сейчас немножечко Мешком поболтаю Потом закончим Как раз закроем песней Программу сегодняшнюю Значит А я думаю Откуда я название это знаю Они мне на мамонте Они ведь на мамонте были Вот неожиданная встреча Пишет Елена Шаталова Пожалуйста В аудитории своего радио Есть те люди Которые бывали на мамонте А вы не знаете про мамонт А люди знают А мы не знаем про мамонта Ну бывает и так Я например никогда не стесняюсь Знаешь как говорят китайцы Можно быть пять минут дураком Пока не спросишь И всю жизнь дураком Если не спросишь Поэтому я всякий раз Если что-то не знаю Спрошу Я собственно говоря По этому поводу не страдаю Корона не падает Что касается мамонта Давайте напомним Тем кто сейчас может быть услышал Это фестиваль такой Фестиваль да Очень позитивный Брянский мамонт Брянский мамонт Там же мамонты водились Да они везде водились А в Брянске особенно Скопление было Просто мамонты Там их родина Да фестиваль Брянский мамонт Там эти ребята играли И вот видишь Елена Шаталова Сейчас посмотрим откуда Она не из Брянска Или родной город Шайковка Вот еще один момент Не знаю где такой город Возможно где-нибудь На Брянщине Действительно А может на Дальнем Востоке Почему вы сразу так думаете Шайковка? Конечно Да На китайской границе То есть ты хочешь себе Льстить уже до конца Что человек поехал На Брянский фестиваль А вы поделали бы С Дальнего Востока Да Судя по всему Шайковка это город Как раз на Камчатке Из Брянска я пишет она Из Брянска Привет Привет Брянску Да Ну что Надо заканчивать уже Ребят спасибо вам большое Вы чудные совершенно Я абсолютно убежден Что после сегодняшнего эфира У вас появится Ну хотя бы Несколько еще новых Слушателей Хотелось бы чтобы Эти слушатели становились больше Поэтому само собой Замечательным образом Мы рады тому Что мы познакомились Чем вы закончите Программу сегодня? Поступила Не тот микрофон Не тот микрофон Вова Песня если бы я мог Я уже приготовил Да То есть та песня Которую просили нас исполнить Вот в самом начале Игорь Игорь писал Игорь Игорь Жилу соблазнял Долгое Я не помню Если он еще не спел То мы сыграем Если бы я мог Если бы я мог Ну а завтра в программе Живые совершенно Другого характера музыка Группа Монгол Шудан Будем мы завтра с вами Анархорок слушать Кушать полной ложкой С черным знаменем Анархическим Спасибо ребятки Это очень Спокойная песня Мы исполняем Неполным составом А Окей Всегда завтра Пока Я бы мог Морем плыть Или дорогой Дальний путь держать Если б мог И отвесной скалой И спуском пологим Да, конечно, если б я мог Я бы мог Камнем быть И мягкой Глиной Да, я был бы им Если б мог Был бы Ранней росой И пылью Стариной Да, конечно, если б я мог Если б Если б я мог Когда бы мог Конечно, если б Если б я мог Если б Если б я мог Когда бы мог Конечно, если б Если б я мог Чтобы все В нужный час Пусть и немного Я б хотел иметь Если б мог Если б мог Я бы мог И пускай Не один Но среди Немногих Я хотел бы быть Если б мог Если б Если б Я мог Когда бы мог Конечно, если б Если б Я мог Если б Если б Если б Я мог Когда бы мог Конечно, если б Если б Я мог Знаки полной луны Ветер Восточный Мне не указали Дорог Но даже если Меня ты Слышать не хочешь Для тебя я спел Если б Мог Мог Мм-м-м Мм-м-м-м 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 Спел бы, спел бы Как мог Как мог Конечно, спел бы Спел бы Как мог Спел бы, спел бы, как мог Как мог бы спел, конечно, спел бы Спел бы, как мог